Так вот, прошло несколько дней, я читаю ваши комментарии, не только на последних роликах, но и перед этим, опросы и все такое, типа дешевая рыба есть, что с ней делать, мы не знаем. Тот ролик про минтай, который был у меня ранее, очень хорошо качнули, то есть все-таки эта тема интересна. Я решил сегодня приготовить минтай. Это у меня лук с грибочками. Ну, тут одна луковица и один гриб, так себе, я просто обжарил их. Минтай у меня вот здесь. Вы знаете, я вот все переживал, что... Вы пишите, мол, как же сделать из говна конфетку. Я пошел на рынок, купил замороженный минтай, он у меня оттаял. То есть там я купил, наверное, где-то около килограмма, чуть меньше, может, там 850 или 920. Он у меня оттаял. Потом я его отжал, как губка, как губку. И у меня осталось тут вот маленький пучок. Я прям, мне шуму смешно стало. Думаю, это что это, блин, тут осталось? Столько вообще... Неужто, блин, вот такую штуку продают рыхлую? Где-то же надо искать этого минтая, блин, он все завалено, да? А какой из них хороший, какой плохой, вообще я даже не догадываюсь. Но, тем не менее, смотрите, что я делаю. Я... А где у меня была соль? Да, вот, соль. Смотрите, я чуть-чуть соли дам. Открываясь, шайтан-машина. Просто на филюхе вот, ну, просто подсолю их. Есть кривенькие, косенькие вот такие вот филюшки минтая. Я их тут кое-как очистил с горем пополам. Значит, мне нужно в муке их обвалять, на сковородочку отправить, на огонь поставить. То же самое делаем с оставшимися. Для чего я это делаю, чуть позже. Но это только начало. Так, вот тут филе у нас. Чуть-чуть масла. Короче, так как в минтайе. Ну, вот у меня попался такое. Супер размороженный, какой-то перемороженный. Одним словом, какашка. Его нужно обвалять в муке, солью, да, чуть прижарить, для того, чтобы белок схватился. И уже там, если есть лишняя вода, он ее отдает. Если нет лишней воды, значит, она там перераспределяется, желируется. Не знаю, есть ли здесь какой-нибудь фосфат для удержания влаги, тоже такое может быть, знаете. И вода никуда не уходит, ну, для того, чтобы вес был высокий. В общем, нам нужно сделать так, чтобы минтай стал плотный и уже готовый. Пока жарится минтай, смотрите, у меня есть картофельное пюре. Здесь картофельное пюре, больше ничего нет, соли немножко тут. Граммов, наверное, 350 где-то пюре. Значит, вот здесь крупная луковица и один шампиньон, который жарился на сковородочке, я сюда отправляю. Так, нужно перевернуть минтай. Что-то мне подсказывает, что в итоге-то он будет вкусный. А что он такой перемороженный-то? Ну, фосфатик здесь есть, потому что он такой, из него вода даже не течет. Понятно, что я там уже выдавил часть воды, но все-таки из любой рыбы должна вытекать вода. Если не течет, значит, там желирующий агент. Нужно перемешать. Картошку с грибами и луком. Самые русские ингредиенты, самые простые, самые доступные. Картофан есть у всех, лук тоже. Ну, грибы, вот шампиньоны. Кто насобирал белых, пожалуйста, добавляйте белые грибы. Эй-эй! На второй стороне я с маслом решил не заморачиваться, поэтому рыбка тут немножко пристала. Ну, суть как бы такая, знаете, она главное, чтобы не пригорело, а то, что там масла не было, ну и фиг с ней. А главное, чтобы она приготовилась. Сорян, сейчас. То же самое нужно сделать вот с оставшимися двумя филешками. То есть обвалять их в муке просто, да и все. Ну, пахнет как корюшка, как будто корюшку пожарили. То есть все-таки он не старый минтай, хоть и был заморожен раз пять. Ну, ничего, такое бывает. Это пока оставим. Все кусочки все сюда. Картошку с луком я перемешал. Теперь я сюда добавляю два яйца. Одно яйцо сырое, а второе яйцо тоже сырое. Вы же даже не могли догадаться, что оно будет вареное, да? Теперь это все нужно перемешать с яйцом. Вот эта каша-малаша получилась картофельная. Эх, но будет очень вкусно. Теперь сюда добавляем сливок. Граммов сто. Сливки 10%, не очень жирные. Ну, если есть 33, добавляйте 33. Только будет жирновато. О, две маленькие чипсины тут плавают в сковородке. Я перевернул, я так иногда делаю, последние когда перевернул, и выключаю огонь, чтобы она не жарилась. Обязательно соль, фасоль. Черный перец. Чуть-чуть красной паприки. Ну, чтобы цвет был симпатичный. О! Тут сильно много не кладите. Ну, так. И все это тщательно перемешиваем. Когда будете обжаривать лук с грибочками, масла много не лейте, чуть-чуть. Да, чтобы в процессе жарки лука там не плавало масло, потому что оно потом попадет вот сюда, а нам не нужно здесь лишнего масла. Получается вот такой вот картофельно-луковый омлет. И вот ужин готов. Вот горячая. Вот это соус к нему. Все. Вы спрашивали, как просто приготовить минтай? Пожалуйста. Шучу. Шучу, надо чипсину попробовать. Вкусно. Просто жареный минтай. Это пока отставляем. Теперь слоеное тесто дрожжевое. Нужно его раскрыть. Это же минтай в хорошая рыба. Чего вы ее не знаю, люди не едят ее. Готовить там не умеем еще что-то. Чего готовить? Так, берем. Короче, половина теста. Опа. Вот оно. Счастье. Смотрите, что я делаю. Тесто пока у меня лежало из магазина принес, оно поднялось. Это неплохо. Я это и планировал, чтобы оно так и произошло. Что у меня тут? Правильно, скалка в виде пленки. Значит, тесто сильно раскатывать не надо. Надо, чтобы оно имело толщину какую-то, да? Не надо ее там в полиэтилен, как я это называю. Прикидываем. Оп. Еще чуток. Раскатать нужно. Формочка у нас вот такая. Смотрите, со съемным дном. Идеальная форма. Увидите такую в магазе, покупите. Вообще незаменимая вещь. Она еще с тефлоновым покрытием. К ней ничего не прилипает. Просто огоньский огонь. Теперь нужно вот так вот тесто сюда подраспределить в уголочки. Дрожжевое, да? Запомнили? Дрожжевое. Можно и бездрожжевое. Вообще любое можно. Песочное. Можно тесто от пельменей. Ну, попробовать. Я не пробовал тесто от пельменей. Так вот готовить в таких пирогах. Но теоретически, наверное, можно было бы. Вот смотрите. Вот краешки сюда там затянул. Подогнул. Здесь у меня тоненькие получаются такие. Здесь очень тонко. Можно вот так вот взять просто. И латочку такую заделать. Все, что у нас получилось с видео омлета, мы должны вылить вот сюда. Но прежде чем мы выльем туда, нам нужно взять мента и ручками поломать. И вот сюда накидать. Понимаете, это пирог с ментаем получается это в итоге. Очень вкусный, классный пирог с ментаем. Я бы даже сказал луковый пирог с ментаем. Потому что лука здесь нормальное количество. Лук, кстати, режьте как вам хочется. Почему руками в пирог идет ментай, а не ножом? Потому что руками мы чувствуем, где есть косточки. Когда вы холодец разбираете, да, вы нужно делать руками. Потому что вилкой не получится почувствовать косточку. Так и здесь. Когда вы делаете пирог с рыбой, нужно руками разламывать рыбу. Либо если вы используете сырую рыбу, то значит у вас в процессе приготовления будет отсекаться вода. Поэтому я пожарил ментай, чтобы воды не было. Чтобы в процессе приготовления тесто это нежное. Не хочется, чтобы оно было мокрым. У нас и так там сливки и яйцо. Но яйцо схватит сливки, все это объединит. Да, как кишлорен мы делаем. Или просто там тарты. Мы склеиваем их яйцом. Теперь ильем все вот сюда. Во! Все проникает у нас внутрь. Смотрите, глаз-алмаз. А потом ведь нас спросят, да, где список ингредиентов. А я буду краснеть и говорить. Я же не виноват, что я все делаю на глаз. Я же не знаю, сколько здесь по весу. Я же это чувствую как повар. А люди, которые не повара, некоторые, например, они не ощущают веса. Некоторые не ощущают 3D изображения в пространстве. И вес так же. Знаете, как я понял, что сколько весит. И как на глаз определять количество веса. Я занимался одним проектом, который требовал точности. Ну вот прям. И мы с технологом все через весы пропускали. Блин. И в итоге, как бы я уже так наблатыкался визуально. Сколько там, 15 граммов, 10 граммов, 5. Я выучил ложки, вес ложки и так далее. И все. И стал запоминать такую штуку. Дальше нужно просто пальцем вот так вот на краешек нажимаем. Оп-оп-оп-оп. И тесто сбрасываем, чтобы было красиво. О, а знаешь, что я хочу сделать? Я хочу сделать какую-нибудь такую штуку. Ты же моя домохозяюшка-то. Кто б сомневался-то. Ну вот смотри, какую-нибудь вот такую штуку можно сделать. Оп. Давай вот так сделаем. Мне кажется, забавно будет. Ну, то есть, зачем выкидывать тесто, если можно куда-нибудь определить? Сейчас там тысячи человек напишут, типа, чувак. И все неправильно сделал. Нужно по-другому. Да, это и так. Я просто куда-нибудь тесто определить, чтобы оно не лежало. Чего вы ругаетесь? Это же не идеальная ювелирная работа. Это просто лишь краешек, который у нас запечется. Надеюсь, приподнимется. И все. Ну, ладно, все равно чуть-чуть осталось. Все, пора пирожок отправлять в духовку. Рекомендуемая температура 200 градусов 20 минут. У меня это чистый эксперимент. Алиса, тихо. Кто тут? Кто лайка у нас тут завелся? Лайка у нас тут завелась. Лайка завелась. Ну, что ж. 25 минут прошло. Ого, какой красивый. Тихо, Алиса. Какой красивый у нас получился пирог-то. Ого. Вот это класс. Некоторые поотлетали. Ну, я, честно признаться, не знаю. А, да, не, не. Все отлично прям. Все плотно. Получился плотный картофельный омлет. Как знаете, фритатто называется. Фритатто итальянское. Так, нужно дать постоять немножко ему. Знаете, сколько? Три-четыре минуты тесто начинает сжиматься, отходить от бортов. Хотя оно и так вон. Ого, горячее. Смотрите. Какие возможности дает съемное дно. Опа. А? Ну, не шикардосли. Вот так вот дно раз сюда и все, вынули. Я такую штуку долго искал, прям реально нашел. И теперь счастлив, как слон. Значит, что у нас получилось? А получилось у нас все шикарно. Тесто запеклось. Краюшек приподнялся. Просто я сам в шоке. Потому что тесто, знаете, говорят, та же мучка, да не те же ручки. Не каждое тесто любит ручки. Но у меня вот все тесто любит ручки. Вот этот шарик вот у меня не любит мои ручки. Вот он взял и отлепился. Да и фиг с ним. Опа. Это как будто, знаете, творческий беспорядок. А дальше его нужно резать. Будем резать его вот так. Опа. Пирог получился не тесто нежное, мягкое. Так. Идрит-мадрит. Я режу по металлу. Я забыл, что у меня дно там осталось. Так, нужно вот эту штуку снять. Я совершенно забыл, что у меня металлическое дно, блядь, чуть не порезал его острым ножом. Теперь у меня нож перестал быть острым, придется отдавать его в заточку. Итак, смотрите, что получилось. Смотрите, тесто пропеклось. Вон оно. Здесь вот минтай. А здесь наша заливка. Да, картофель, яйцо, грибы. Ну-ка, поглядим на дно. Смотрите. Дно шикарное. Ему бы, по идее, конечно, немного постоять в холодильнике. Вернее, при ком-то температуре остыть вообще полностью. Тогда все это прям соберется и будет там резаться идеально. Но нам же важно попробовать, поэтому мы не могли дождаться и будем пробовать пирог с минтаем, луком и грибами в том виде, в каком он есть. Да не, шикарный. Минтай мягкий. Пар идет, аромат, что надо. Тесто практически нет. То есть оно просто тает во рту. И мы получаем что? Не этот несносный киш-лорен, в котором полсантиметра песочного жирного теста, которое там на зубах у нас. Ты понимаешь, что ешь пирожок, в котором много теста и мало начинки. Здесь исключительно одна начинка. Одна начинка, больше ничего нет. Картошка очень хорошо подходит к рыбе, она смягчает ее. Яйцо все затягивает. Тонюсенькое тесто хрустит на зубах. Но это лучше, чем киш-лорен, я вас уверяю. Его, наверное, тоже так же можно было бы назвать киш-лореном. Но, в принципе, все открытые пироги называют либо тартами, либо кишами. Если такую штуку сделаете, вся детвора будет просить каждый день у вас печь такие пироги. Тесто тонюсенькое, получается идеально. Вот то, чего не хватает всегда людям, которые делают пирожки. Теста много, начинки мало. Здесь все наоборот. Я не устану это повторять. А вы не уставайте повторять мои рецепты. Пишите комментарии. Делайте перепосты. Потому что, ну, я вот для вас стараюсь. А у вас есть всегда что выбрать. Потому что у меня уже на канале огромное количество рецептов. Отправляйте ссылочки на мой канал. Пусть люди приходят, те, кто еще не знаком. Знакомиться, ну, представляете, больше двухста рецептов. Это прям, ууууу. Я когда осознаю это, я даже сам себе не верю. Как можно было столько наснимать всего интересного. Это все для вас. Поэтому, до свидания. Мне тут кусочек нужно доесть. А вам всего самого наилучшего.